Что, начнём наш курс. Значит, сегодня я вам приготовила пожелания, то есть это как продолжение предыдущего урока. Повторяйте за мной. Уже есть, может быть, фразы, которые вы знаете, к примеру, bon voyage, как мы уже знаем, у нас уа, также уа. Но так как следующая у нас стоит гласная, поэтому у нас идёт voyage, то есть я у нас также продолжает свою форму после вуата. Мужской род, bon voyage, bon route, хорошего пути, хорошей дороги. Рут у нас женского рода, о, у, не забываем, у, как ку-ку, бонжур. Бон рут, произносим, с Новым годом. Мы как желаем продолжительность года. Один год у нас будет Это у нас артикль, мы с вами придём к артиклам. Это как вот в общем, да, продолжительность. Есть кураж, как держись, держитесь. Бон ваканс, ваканс, отпуск, но во французском, он во множественном числе, поэтому добавляем эс, эс. Не забываем носовой звук у нас, о, так как следующая согласная, поэтому у у нас стоит стена, да, вот следующая буква у нас как стенка, поэтому у нас идёт воздух в носовой звук. Ваканс, 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 бон ваканс. Бон вэ, это как просто хорошее пожелание. Значит, бон вэ, букву э мы сейчас с вами. Я вам немного расскажу, как её произносить. И, как мы замечаем, это такой вот есть, такая буковка во французском, которая сливается, о и э, о, и э. Есть только несколько слов, я заметила, что после них стоят э, э, и, 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 и вместе они произносятся как э. Вэ, это пожелание, кэр, кэр, это сердце, и сэр, сэр, это сестра, женский род, сестра, кэр, мужской род, и вэ, мужской род. Икс в конце, так как у нас множественное число. Бон, эс, и икс в конце, вэ. Это ещё мы рассмотрим, значит, как произносить. Смотрите, вы хотите сказать о, о, вот вы открываете рот как на о, хотите произнести э, о и э одновременно, да, но высуньте подбородок вперёд, вот, э, и губы открываете как на о, а произносите э, вот, попробуйте. Так, высовываете, э, э, попробуйте, много раз, пока не получится, э, 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 э. так это как бы до самых простой способ который я себе нашла как этот звук произносить и теперь еще раз повторим повторяем теперь пошли и теперь скажите мне так как мы уже знаем что мужской род у нас был женский банн здесь у нас был апрель миди апрель миди это у нас после обеденный час после обеденное время до после обеда апрель это у нас после с ним произносим апрель или можно сказать потом например если кто-то у вас спрашивает давайте пойдемте туда-то туда-то вы можете сказать апрель потом или сделай то-то потом миди миди это у нас полдень не обозначает как вот сокращенная такая форма а половинка да вот половинка чего-то миди ми нюи знаем уже нюи это ночь а ми нюи это полночь и само слово половинка у нас будет две миди 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 и теперь смотрите апрель у нас вот такая вот черточка, да, акцент такой, произносится как ЭЭ. Если же в обратную сторону, в эту сторону, тогда у нас будет ЭЙ. И теперь давайте в эту сторону, значит, для помощи, да, для помощи давайте в эту сторону, так, в эту сторону ЭЭ, в эту сторону ЭЙ. Но вы когда вот смотрите сами, да, перед собой, в ту сторону, которую значок, вот если он в правую сторону, тогда ЭЭ, если в левую, тогда ЭЭ, ЭЭ. Вот запомните, ЭЭ, ЭЭ. Это хорошая помощь также, запомнить эти значки. И теперь скажите мне, как вот АПРЕМИДИ, которое мужской род, как у нас произносится? БОН, правильно, значит, БОН АПРЕМИДИ, БОН АПРЕМИДИ. Почему? Потому что воздух у нас прошёл, так как следующее гласное, да, и, значит, у нас носовой звук прекращает своё действие. БОН АПРЕМИДИ. В следующий раз рассмотрим артикли. И желаю вам БОН АПРЕМИДИ. БОН АПРЕМИДИ. БОН АПРЕМИДИ.